С вами Марина Морлок. Правильнее было бы сказать добрый день в начале, как я обычно говорю. Добрый день с вами Марина Морлок. Но сегодня день нифига не добрый. Так что, господа, недобрый день. Сегодня 23 марта 2024 года. Ну, собственно, совсем мало времени прошло с момента выборов, с момента того, как совершились выборы старого нового президента Российской Федерации. И произошел теракт в Крокус-Сити-Холл. Вчера вечером я еду домой в электричке, читаю фиксы-чат, фиксаты, пишут там, как обычно, всякую херню. И тут там начинают писать, вдруг пересылать видео о теракте, о захвате Крокус-Сити-Холл. И у меня первая мысль, что это дебильная шутка. Я думаю, нифига себе, какую шутку дебильную придумали, идиотскую. Ну, в духе чата. А потом прохожу по ссылке и смотрю, а это и не шутка, а это и реально. И дальше вот этот вот кошмар начинают показывать по многим ютуб-каналам, в общем, расстрел мирных людей, которые пришли на концерт, ужасный пожар. И вот этот вот весь трэш, стрельба, крики, мертвые люди, потом разгон жестокий журналистов, избиение журналистов. И я вчера просто пришла домой, и я вечером это все смотрела, как какой-то кошмарный фильм. Несколько часов я смотрю, и у меня прям даже, ну, не верится в реальность происходящего. Такое впечатление, как будто ты смотришь какой-то ужастик голливудский, что такого не может быть в Москве, в современном, в современном обществе, в настоящее время. Вроде только, еще только-только, фактически сразу после выборов. И вот такое вот произошло. Я выражаю глубокие соболезнования, я очень сочувствую всем, кто в воле судьбы оказался в этом кошмаре. То есть и людям, которые пошли на концерты, и их близким, и всем, кто там рядом был. Я даже понимаю, что сейчас даже не обязательно в здание заходить, достаточно просто где-то рядом неудачно оказаться, и что-то может прилететь. То есть просто можно оказаться не в то время, не в том месте, и вот попасть, как бы, так сказать, под раздачу. Я очень сочувствую, я выражаю глубокие соболезнования всем, кто пострадал при таких действиях, либо подобных действиях. И вот это, да, вот это настоящий терроризм, это настоящий экстремизм, который нужно жестоко пресекать на корню. Вот. И, короче, жесть. Я вчера уже там глубокой ночью кое-как уснула, сегодня вот только-только еле-еле я встала. А сегодня я собиралась идти в театр, в театральную студию на Таганке, на спектакль «Москва петушки». И, естественно, у меня уже и настроения не было никакого никуда идти, естественно, после того, что я вчера посмотрела, то, что я вчера видела, мне уже не хотелось вообще никуда идти, там, ни в театр, ни в кино, вообще никуда. Вот. И, естественно, тут же пошли сообщения об отмене всех мероприятий массовых в Москве и в области. И тут же дня еще подписано на канал Редкина Live, Редкина Кайф. Вот. В общем, туда пошли. То есть уже отменились и в Москве, и в Твери, и даже в Редкино отменились какие-то массовые мероприятия в связи с угрозой терактов. Вот. И, как бы, все. Вот сейчас я пытаюсь вернуть деньги за билеты. В общем, мне написали, что возврат успешно осуществлен, но, короче говоря, возврат билетов, что деньги вернут, но в течение месяца. Вот. Билет стоил 4,700. Ну, в общем, я хочу сказать, что мирная, спокойная жизнь у нас давно уже закончилась. То, как жили наши бабушки с дедушкой в Советском Союзе при Брежневе, когда можно было копить 10 лет на квартиру, там, или еще на что-то можно было, там, годами копить. Когда можно было, как мне, это реально мне рассказывали, что дед, когда ходил платить за свет, за коммуналку, он платил на год вперед, чтобы потом в очереди не стоять в сберкассе, он на коммуналку и свет, он сразу оплачивал, вот, на несколько месяцев, а свет вообще на год вперед. Вот. Чтобы там свет, газ, говорю, потому что цены годами не менялись, можно было пойти и на год вперед оплатить свет, газ и так далее, чтобы каждый месяц не оплачивать. Вот. Это люди жили стабильно и могли спокойно ходить. И вот, когда сейчас нам говорят, что там был какой-то сталинский, ну, сталинский террор был действительно при Сталине во время войны, до войны и после войны, конечно, обстановка была напряженная. Ну, так вот, говорю, как жили моя бабушка с дедушкой, что копили годами на стиральную машинку или на еще какие-то блага цивилизации, что можно было вступить в кооператив и ждать, опять же, годами, когда твоя квартира построится, твой дом, и тебе дадут там квартиру и с каждой зарплаты туда делать отчисления кооперативные и так далее. Такого мира, такой жизни уже не будет. И вот эти вот все надежды, что вот, я сейчас вот поработаю на заводе, а потом выйду на пенсию там в 55 или в 60 лет, и поеду на дачу, и буду там на грядках ковыряться и растить огурцы с помидорками, так уже не будет. Я уже понимаю, ну, в связи с постоянным повышением пенсионного возраста и дефицитом бюджета, понятно, если постоянно возникают различные военные конфликты, эпидемии, дворцы надо строить и вот прочие всякие ситуации, нештатные теракты возникают, то, понятное дело, что бюджета вечно будет не хватать, то есть пенсионный возраст будет постоянно повышать. И я уже сейчас понимаю, что, скорее всего, я проработаю вот реально, что я, скорее всего, просто не доживу до пенсии, а просто проработаю до смерти, либо когда я уже, когда меня уже посоставляю, либо меня уволят просто, либо я проработаю на заводе до смерти, либо меня уволят по состоянию здоровья, по инвалидности, Я там еще какое-то время небольшое, очень небольшое буду как-то доживать на пенсию по инвалидности, если повезет, а то и по инвалидности пенсии отменят, в общем, сейчас инвалидность проблематично получить. В общем, все, спокойная жизнь, такая вот, как у наших родителей, как у бабушек с дедушками, она уже давным-давно закончилась, вот, но у меня бабушка с дедушкой были сравнительно молодыми, они, конечно, помнят войну еще, но они были в войну детьми, вот. Вот, но они помнят потом, что война закончилась, быстро стали строиться хрущевки, началась хрущевская оттепель, сопровождающаяся построением хрущевок, они подросли, стали молодыми строителями коммунизма, пошли работать на завод, получили квартиру в хрущевке, родили ребенка, тут же отправили в садик, пошли дальше работать, и вот так вот жизнь у них и крутилась, и вертелась, как пылесо. Вот, а сейчас уже такой номер не пройдет, сейчас в любой момент, я говорю, ты можешь просто неудачно сходить на концерт, неудачно сходить, просто неудачно выйти из дома, а может просто можешь из дома и не выходить, тебе в окно может беспилотник влететь, или еще что-то может случиться, и трындец. И, в общем, ну вот, просто жопа. В общем, хотела я сегодня выходные в театр сходить, в театр, по понятным причинам сходить вообще никак нельзя. Ну, думаю, можно было бы погулять в парк сходить, там погода вообще улет, то есть там дожди, 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 вот, то есть вот такие вот туманы и дожди, и тут даже как бы в парк куда-то погулять не сходишь, а тут и до ближайшего парка, честно сказать, город с громким названием Зеленоград, но он, вот, та часть, где я живу, это Новокрюково, она не зеленая от слова совсем. То есть тут есть во дворе пара зеленых елок, ну вот, несколько зеленых сосен и елочек, а так вообще тут зелени нет и не предвидится, потому что, как вы видите, активно идет реновация, сносит последние пятиэтажки, последние зеленые оазисы и активно застраивается это все домами-человейниками. Вот тут человейники старого образца по правую часть, по левую часть новые современные человейники. И вот еще что-то активно строят, 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 активно строят, очень активно строят станции развязки, я для вас их не снимаю в связи с тем, что, вы видите, какая ситуация, уже снимать опасно вообще что-либо. В общем, сижу я дома, у соседей внизу собака лает, и вот я сижу, и тут вот реально даже, я заметила, конечно, нехорошо так говорить, даже с работы домой эти не хочется, потому что, я говорю, сходить куда-то на культурное мероприятие, я молчу про цены на эти мероприятия, это реально билеты там от трех тысяч рублей, а в среднем там вот четыре семьсот, вот я платил четыре семьсот, пять тысяч, то есть так стоит просто билет, а если ты еще будешь что-то покупать, там поесть, попить на мероприятии, это, естественно, дополнительно, транспортные расходы, это дополнительно, поэтому я говорю, даже дорогие мероприятия мотоши, они очень дорогие, на них просто реально опасно ходить, просто ходить, гулять по паркам у нас погода не позволяет, потому что зимой у нас холодно и снег, весна, осень, это у нас часто сырость и дожди, а летом комары, которые будут тебя кусать за все мягкие места, так что особо погулять не сможешь, и получается, что сидишь вот запертый в бетонной коробке, и слушаешь там, сверху соседи топают, но сегодня они, кстати, не топают, сегодня как-то все притихли, ну, то есть, видимо, все-таки после теракта все притихли, слышим только вот, как иногда, ну, вот она полает, замолкает, потом через какое-то время опять лает собаку у соседей снизу, вот, и, в общем, даже вот дома так вот, типа, если вот надеешься в выходной отоспаться, отдохнуть, да хрен там ты отоспишься, отдохнешь, и вот единственный вариант тут просто на выходные уезжать в Редкино, потому что там как-то реально потише, поспокойнее, и, хотя в Редкино, оно тоже, хотя оно и кажется тихим, спокойным и безопасным, там тоже был инцидент, то есть там был, ну, кто знает эту историю про Редкинского стрелка, это, насколько я понимаю, тоже человек, у которого в связи с участием в военных конфликтах начались проблемы с психикой, и вот в какой-то момент его прорвало, и он начал расстреливать мирных жителей, вот, еще там, ну, и это не единственная такая ситуация, такие ситуации были в Москве, там, когда майор Евсюков начал в магазине людей расстреливать, ну, и вот теракт, ну, в Крокус-Сити это натуральный, страшнейший теракт, как бы аналогичный тому, что было во время, ну, когда был Мордост, в общем, ну, вот это, да, вот это терроризм, это экстремизм, это то, что нужно пресекать на корню, и вот почему-то вот именно такого крупного теракта у нас и не заметили, а вот если ты, вот я говорю, выйдешь там с изображением Навального с какой-нибудь бумажкой, тебя тут же хватают, загребают в каталажку, начинают там какие-то заводить какое-то дело производства, допросы и так далее, если какая-то мелочь, там, какой-нибудь митинг несанкционированный, какая-нибудь бумажка с изображением Навального или с начертанием его фамилии, то это все. Если вдруг при такой вот бдительности в отношении простых обычных мирных граждан, в отношении обычных мирных граждан проявляется максимальная бдительность, и, как бы, максимально быстро их задерживают, а тут вот не заметили группу вооруженных людей, которая захватила огромный Пропус-Сити. Кстати, я хотела пойти на концерт в Пропус-Сити, там должен был выступать Глеб Самойлов, это бывший солист Агаты Кристи, которого я в юности была в него очень сильно влюблена, я прям фанатела. И тоже я хотела пойти, потом я как раз вот в пятницу смотрела, я думала, может, вот еще вот на такой концерт сходить, мне в пятницу как раз зарплату перекинули. А потом я посмотрела, во-первых, ну, виды вот самого Пропус-Сити, это огромный зал, то есть там просто огромный зрительный зал, я тоже подумала, что нужно, если там туда идти, надо брать билеты где-то около сцены, а они там будут дорогие. Вот, и плюс я посмотрела, зал огромный, то есть много-много-много кресел, кресла очень близко стоят друг к другу, это очень неудобно, потому что если вдруг человеку нужно, я вот даже это заметила и в ДК Зеленоград, и то же самое я обратила внимание, рассматривала фото Пропус-Сити, какой у них там зал, вот, и посмотрела, кресла очень близко друг к другу стоят, это для меня это неудобно, потому что если вдруг захочется выйти, а я часто хочу в туалет, вот, я думаю, если мне вот даже в туалет захочется выйти, мне придется, проходя, я буду толкать других людей, наступать им на ноги и сильно, короче, мешать другим зрителям, то есть если я выйду, то обратно уже как бы зайти будет, ну, неприлично, вот, то есть меня это смущает, но это не самое страшное, самое страшное, что если вдруг в таких зрительных залах что-то происходит, пожар или еще, что даже просто обычная драка, такой зал очень сложно быстро покинуть, потому что, я говорю, кресла стоят плотно друг к другу, и людям придется прям пробираться как-то между ними, а тут еще и часто они изготавливаются из горючих материалов, которые легко загораются, что, собственно, в Пропус-Сити и произошло, то есть там еще и произошел очень-очень страшный пожар, вот, в общем, опасно сейчас сходить на массовые мероприятия, да вообще на любые мероприятия, вот, и вообще сейчас стало очень опасно жить, вот, да, я сегодня записалась к врачу, в общем, резюмируя все сказанное ранее, я хочу сказать, что я очень сочувствую всем, кто случайно вот оказался в таких страшных событиях и стал их участниками или даже свидетелями, потому что даже смотреть это на экране очень тяжело морально и психологически, мне сегодня вообще ничего не хочется, вот, и, то есть я даже просто от просмотра этого всего на экране нахожусь в очень подавленном состоянии, я не представляю, что испытывают люди, которые там оказались, я очень сочувствую, ну, что, лично у меня продолжает болеть вот, то есть болит где-то вот здесь вот, это, мне говорят, вот это любимая отмазка всех врачей, когда я говорю, что у меня вот болит живот, болит, вот, ой, говорит, у вас болит животик, ну, у вас, наверное, что-то по-женски, у вас, наверное, там как-то вот это связано с циклом, с женским, и вот это, я так понимаю, стандартная отмазка для любых болезней, но я понимаю, что это совершенно другие, короче, симптомы, сегодня пойду я к врачу на УЗИ, потому что что сидеть гадать там, вот, и даже я попыталась записаться на УЗИ платно, потому что я понимаю, что бесплатно это мне нужно переоформлять страховку, это надо ехать в страховую компанию переоформлять, а она работает только бабу, днем только с 9 до 6, и это мне надо отпроситься с работы, съездить в страховую, оформить страховку, а они стараются потом выпнуть, отфутболить, то есть поликлиника меня отправляет, говорит, у вас полис Хачковский, у Сергиево-Посадского района, он у нас не действует, у нас Москва, идите в МФЦ, оформляйте полис, я иду в МФЦ, отстаиваю очередь, там всегда очередь, меня там отфутболивают, говорит, езжайте в страховую, это мы не занимаемся, мы МФЦ, а вам надо в страховую, а страховая не работает, она работает, и надо прямо вот знать точно, как она работает, вот, и где она находится, а я в Зеленограде плохо очень ориентируюсь, потому что это очень, в плане навигации я постоянно теряюсь, этот город построен из однотипных панелек, и они еще идут не по улицам, а по номерам, что очень сложно их запомнить, и я получается постоянно блуждаю, вот, как-то, я знаю только вот примерно хорошо свой район, вот, такая вот тема, в общем, записалась я сегодня к врачу, и даже платно мне сказали, что могут записать меня на платной основе, там что-то две с половиной или три тысячи, то есть как-то так недешево стоит это УЗИ, вот, только на два часа, на четырнадцать часов дня меня могут записать, меня записали на УЗИ, потому что, говорит, я говорю, а нету пораньше талонов, или я говорю, утром, может, в будни там восемь часов, вот, перед работой можно к вам прийти, чтобы не сильно на работу поставить, нет, они работают только с восьми тридцати, на утро у них талонов нет, они так сказали, говорят, все, у нас разбирают талоны моментально, даже, я говорю, это платный медцентр, уже зеленоградский, и мне, говорят, сказали, что нет, талонов у нас уже нету, короче, не то, что талонов нету, у нас даже, говорят, время по записи у нас утро все записано, и ближайшее время, которое мы можем вас записать, это четырнадцать часов, а перед этим УЗИ нельзя ни есть, ни пить, я вот сейчас проснулась, сейчас десять тридцать, я проснулась в восемь тридцать, и я понимаю, что мне надо еще сидеть до двух часов, и нельзя даже воды попить, мне сказали, что можно рот прополоскать, можно в воде купаться, но пить нельзя, потому что желудок должен быть пустой абсолютно, иначе он будет мешать, и даже, говорит, если попить воды, уже там как-то показания изменятся, изменится размер там желчного пузыря, и, короче, будут недостоверные показания, в общем, ничего нельзя ни есть, ни пить, и я вот последний раз вчера ночью я встал, выпил стакан воды, и все, я вот сижу, уже разговариваю, у меня уже во рту пересохло, а пить нельзя, есть нельзя, даже кофе выпить нельзя, даже водички попить нельзя, курить, естественно, тоже нельзя, и вот я сижу и жду, когда придет мое время идти к врачу, потому что болит бог, причем он болит так, что я даже не могу спать на правом боку, я сплю либо на левом боку, либо на спине, вот до такой степени, я не знаю, что это самое такое, и плюс вот к каким-то таким личным неприятностям накладываются вот эти вот постоянные стрессовые ситуации, которые идут вот из-за ситуации в стране, вот постоянные стрессовые ситуации, и ты вот ходишь как будто под черной тучей, под какое-то ожидание, что вот-вот-вот-вот-вот-вот что-нибудь случится, вот что-то может начаться, или теракт, или беспилотники, или что-нибудь еще, или тебя могут на улице задержать, или на тебя могут напасть какие-нибудь безумные люди, там наркоманы, или люди, ставшие безумными, потому что они вот там были и вернулись, и не могут адаптироваться к мирной жизни, вот, и все что угодно, и ты понимаешь, что ты этих людей можешь встретить легко в темной подворотне, вот, и, короче, еще-то у меня кошка начинает истерично орать, то собака у соседей внизу начинает лаять, так что этот лай слышен по всей квартире, в любой точке квартиры, в любом углу слышен вот этот вот собачий лай, и неизвестно вообще, что тут делать, тут надо стены вообще обшивать войлоком нахрен, а этого делать нельзя, потому что это пожароопасно, у меня реально была мысль взять просто материал, но мы на нем тоже печатаем пеноплекс, такой специальный материал, и нахрен обшить все, а им нельзя, полы им нельзя обшивать, и в жилых помещениях его использовать нельзя, он как раз-таки очень пожароопасен, вот, в общем, короче так, и на улицу не выйдешь, потому что там дожди, холодные дожди, а никуда не сходишь, потому что угроза терактов, и все массовые мероприятия обменены, и к тому же я еще херово себя чувствую, ну, в общем, вот такая вот тема, и, естественно, у меня херовое настроение, и у меня пропала либидо, так сказать, половое увлечение, то есть мне даже ни с кем встречаться не хочется, потому что, ну, нет настроения никакого вообще. Вот такая вот тема. С вами была Марина Морлок.